Омега-3 – так называют комплекс из 11 ненасыщенных жирных кислот, три из которых незаменимые, то есть не синтезируются в организме человека. Омега-3 способны улучшить состояние организма, они противостоят многим болезням, борются с атеросклерозом, инфекцией и онкологией. О пользе омега-3, роли в лечении и профилактике разных болезней, способах обогащения организма этими полезными веществами, в преимуществах и недостатках получения их из натуральных продуктов или из биологически активных добавок – это видео. Что делают в организме омега-3? Роль омега-3 в организме человека обусловлена участием в образовании элементов, фосфолипидов, клеточных мембран и синтезе тканевых гормонов. Таким образом, происходит влияние на все функции организма, в особенности на работу сердечно-сосудистой системы. Оптимальное количество ненасыщенных жирных кислот приводит к снижению уровня тромбоксана – вещества, вызывающего спазм сосудов и способствующего агрегации тромбоцитов. Уменьшению образования соединений индукторов воспаления. Увеличению количества медиаторов, способных уменьшать интенсивность агрегации тромбоцитов и приводящих к снижению вероятности сужения просвета сосудов. Повышению концентрации противовоспалительных агентов. Подавлению факторов, способных вызывать рост эритроцитов и приводить к их склеиванию, замедляя кровоток. Нормализации обмена жиров, увеличении образования и выделения желчи. Понижению активности в крови триглицеридов, холестерина, способного вызывать развитие атеросклероза, липопротеидов низкой плотности – ЛПНП. Образованию липопротеидов высокой плотности – ЛПВП, способных очищать стенки сосудов и транспортировать холестерин в печень. Благодаря такому широкому спектру воздействия омега-3 способствует оптимизации концентрации холестерина в крови, снижению уровня плохого – ЛПНП, увеличению количества хорошего холестерина – ЛПВП, поддержанию необходимого их соотношения. Ведь именуемый людьми плохой холестерин имеет тоже положительное значение. Он осуществляет транспортировку витаминов А и Е, активно противостоит токсинам, нейтрализует и выводит их из организма. Нормализации уровня триглицеридов – жиров, обеспечивающих энергетический потенциал клеток. Триглицериды в основном должны находиться в жировых депо, поступление их в избытке в плазму крови приводит к сгущению крови и риску развития ишемии и тромбозов, снижению вероятности развития атеросклероза, отложения на стенках сосудов холестерина, формирование атеросклеротических бляшек, способных привести к нарушению кровоснабжения и появлению очагов ишемии, уменьшению склонности к агрегации тромбоцитов и эритроцитов, приводящих к образованию внутрисосудистых тромбов, поддержанию реологических свойств крови, обеспечению текучести крови, расширению просвета сосудов, улучшению состояния сосудистых стенок, что положительно влияет на кровяное давление, противовоспалительному эффекту, понижению интенсивности формирования очагов хронического воспаления, более быстрой нейтрализации острых воспалительных проявлений, улучшению состояния мышечной ткани, поддержанию сердечной мышцы, мышечной оболочки стенок сосудов, органов желудочно-кишечного тракта. Роль омега-3 в профилактике и лечении болезней. Поскольку в первую очередь ПНЖК, полиненасыщенные жирные кислоты, которые входят в состав омега-3, влияют на интенсивность кровотока, то помогают эти соединения как для профилактики, так и для лечения многих болезней. Ведь именно кровь доставляет к каждой клетке необходимые питательные и полезные вещества, кислород и энергию. Если никаких нарушений нет, то органы и систему работают без перебоев, а весь организм в целом способен противостоять различным возбудителям, любой интоксикации, последствиям травматических повреждений. Омега-3 способна поддержать организм и уберечь его от неблагоприятных исходов. Профилактическое и лечебное действие особенно эффективно в случае возможной угрозы болезни или при уже имеющихся проявлениях. Омега-3 поможет при нарушениях липидного обмена, повышенном уровне холестерина, наличии метаболического синдрома и склонности к лишнему весу. В случае повышения артериального давления, наличие гипертонии или пока еще гипертензии, ситуационно обусловленном повышении артериального давления без нарушения в работе сердца и почек. Для профилактики и лечения атеросклероза, при котором поражаются сосуды головного мозга, сердца, конечностей. Когда отмечается склонность к тромбообразованию, высокая вероятность формирования тромбов, особенно при варикозном расширении вен, таких состояниях, как флебит, варикоз вен нижних конечностей, пищевода, прямой кишки. Если имеются проявления или начальные признаки ишемической болезни сердца, ИБС, особенно с нарушением ритма и проводимости, при развивающемся кардиосклерозе, аритмии, тахикардии, ускорении сердечного ритма, после перенесенного инфаркта миокарда, при таких проблемах с сердцем, как врожденные и приобретенные пороки, последствия миокардита, воспаления сердечной мышцы, в комплексном лечении сердечно-сосудистой недостаточности, проявляющейся болями в сердце, одышкой, сердцебиением, отеками. Для уменьшения риска развития сахарного диабета и коррекции уровня глюкозы крови при сахарном диабете, поскольку повышает чувствительность клеточных мембран к инсулину, с целью расширения бронхов, разжижения мокроты, уменьшения воспалительных реакций при бронхиальной астме, хроническом бронхите, пневмонии, чтобы улучшить состояние тканей печени и поджелудочной железы при жировой дистрофии органов, остановить прогрессирование заболевания, развитие фиброза и онкологии этих органов. При лечении воспалительных и дистрофических заболеваний суставов, таких как ревматизм, ревматоидный артрит, артроз, остеохондроз, помогает независимо от причины патологического состояния. В составе интенсивной терапии аутоиммунных заболеваний, системных процессов, аллергических реакций, выравнивая работу иммунной системы, уменьшая активность воспалительной реакции. Для поддержания состояния почек, уменьшение процессов склерозирования ткани почек при хронических заболеваниях почек, что сохраняет работоспособность почек, снижает риск развития почечной недостаточности. Чтобы улучшить метаболизм каждой клетки, уменьшить вероятность появления генетических мутаций, приводящих к появлению онкологии. При текущем опухолевом процессе для замедления роста опухоли предупреждение метастазирования. С целью сохранения упругости, мягкости, эластичности кожи для профилактики кожных заболеваний, замедления возрастных изменений, предотвращения и лечения всех видов и стадий акне, заболеваний волосяных фолликул и сальных желез, проявляющиеся образованием угрей прыщей. Для сохранения адекватного психологического состояния при стрессах и психических расстройствах, уменьшение возбудимости центральной нервной системы. Помогает избавиться от депрессии, выровнять фон настроения, уменьшить частоту обострений психических заболеваний. При возрастных изменениях психики, старческом слабоумии, болезни Альцгеймера, неврологических заболеваниях, особенно связанных с сосудистыми нарушениями. Чтобы восстановить сон, улучшить засыпание и тем самым повысить работоспособность головного мозга и физическую активность тела. Развитию плода в утробе матери и поддержанию организма женщины в период вынашивания беременности и родов. Уменьшить вероятность развития таких осложнений, как кровотечение, преждевременные роды и выкидыш, присоединение воспаления. С целью поддержания репродуктивной функции женщин и мужчин, нормализации гормонального фона, уменьшение активности воспалительных процессов внутренних и наружных половых органов. Для ускорения выздоровления от инфекции, профилактики развития инфекционных заболеваний, повышение активности иммунитета. Чтобы оптимизировать пищеварение, улучшить состояние печеночных клеток, повысить выделение желчи, облегчить переваривание пищи и всасывание полезных веществ. Ускорить регенерацию тканей, быстрее восстановиться после травм, операций, тяжелых заболеваний, стрессовых ситуаций. Список болезней и состояний, при которых эффективно применение омега-3 внушительный. Если не вдаваться в подробности, то основные заболевания, отступающие под влиянием омега-3, следующие. ИБС, кардиосклероз, аритмия, сердечная недостаточность, гипертония, атеросклероз сосудов сердца, головного мозга, нижних конечностей, бронхиальная астма, хронический бронхит, пневмония, плеврит, сахарный диабет, метаболический синдром, ожирение, системные и аутоиммунные заболевания, дерматомиазит, ревматоидный артрит, аутоиммунный тереоидит и другие. Артриты, разные теологии и артрозы, заболевания нервной системы, энцефалопатия, болезнь Альцгеймера, гепатиты и панкреатиты, жировой гепатоз, фиброз печени, жировая инфильтрация поджелудочной железы, хронический гламеролонефрит, начальные проявления почечной недостаточности, заболевания волос, ногтей и кожи, особенно имеющие хроническое, склонное к рецидивам течения, эпилепсия, шизофрения, алкогольная болезнь, хронические инфекции, иммунодефицитные состояния, бесплодие, другие проблемы репродуктивных органов, онкология, остения, независимо от причины возникновения, нарушение свертывающей системы крови, все виды анемии. Список получился довольно внушительным, и это еще не полный перечень проблем со здоровьем, от которых поможет избавиться омега-3. Как понять, что не хватает омега-3? Первыми признаками, при наличии которых следует задуматься, что организму не хватает полиненасыщенных жирных кислот могут быть ухудшение состояния кожи, повышенная сухость и частое появление акне, выпадение волос, изменение структуры волос, истончение, уменьшение объема и плотности, повышенная ломкость ногтей, затяжное заживление даже маленьких царапин и небольших ран, почти постоянное желание пить, ни с чем не связанная жажда, ощущение ломоты в теле, дискомфорта в мышцах, костях и суставах, сниженная физическая и умственная работоспособность, повышенная утомляемость, постоянная слабость, плохая память, депрессивный фон настроения, повышенная раздражительность, склонность к инфекционным заболеваниям, простудам и кишечным инфекциям. Подтвердить предполагаемый дефицит омега-3 помогут специальные анализы на омега-3 и дополнительные исследования на уровень концентрации в крови витаминов А, Д, Е, а также на параметры свертывающей системы крови. Что делать при дефиците и для профилактики дефицита омега-3? Суточная норма поступления в организм омега-3 зависит от пола и возраста. Для детей старше 14 лет и взрослых мужчин составляет 1,6 грамма, для женщин поменьше 1,1 граммов, но во время беременности повышается до 1,4 граммов. Основным источником является питание. Диетологи и терапевты рекомендуют чаще есть морскую рыбу с профилактической целью не реже двух раз в неделю. Использовать для приготовления салатов льняное масло. В качестве перекуса употреблять зерна грецких орехов. Не забывать периодически делать бутерброды с печенью трески. Применять брюссельскую и цветную капусту. Можно иногда баловать себя красной икрой, есть мидии и креветки. Чаще включать в завтраки яйца, по возможности употреблять авокадо. Есть бобовые, особенно белую фасоль. При недостатке, выраженном дефиците с лечебной целью возможно применение БАДов. Выпускаются различные добавки, но используя их, следует обращать внимание на состав. У некоторых производителей в составе капсул содержится диоксид титана, который может оказывать отрицательное влияние на здоровье человека. Обращаем внимание, что перейдя по ссылке, вы сможете познакомиться и приобрести омега-3, капсулы которого совершенно безопасны для потребителя, а в составе содержится также витамин Е.